В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Лучшая из лучших в нашем городе прошла церемония награждения предпринимателей. Щит Родины. 28 мая в Сарове отмечают и День пограничника. Атомиада-2018 в нашем городе открылась в протокеаде сотрудников предприятий атомной отрасли. Далее расскажем обо всем подробно. Эти люди несут весьма ответственную и в то же время опасную службу. Их профессия заключается в том, чтобы защищать свою Родину и охранять границы государства. Работа пограничников требует выдержки и дисциплины, поэтому выполнить ее смогут исключительно ответственные и мужественные люди, настоящие патриоты своей страны. И в этом году те, кто посвятил себя этой нелегкой службе, отмечают знаменательную дату – 100-летие со дня образования пограничных войск. В конце мая в парках и на улицах города можно встретить сильных и мужественных мужчин в зеленых беретах и с наградами на груди. Им есть чем гордиться. Именно им страна доверила ответственную миссию – охрану своих границ. Александр Иванович Рыжов вступил в ряды пограничников в 1977 году. В то время он уже закончил техникум и устроился работать на оборонное предприятие. Я вполне мог бы не служить. Но я посчитал неприлично. Когда все ребята пойдут в армию, я останусь. Выбрал пограничные войска и не жалею. Александр Иванович был на заставе специалистов по обслуживанию радиационных станций. Он попал в 13-й отряд 13-й заставы. Но, несмотря на все суеверия, служба прошла хорошо. Самым сложным периодом была зима 1979 года. Ситуация была такая, критическая в феврале. Американские войска стояли на юге, наши на севере. И мир стоял на грани Третьей мировой войны. Для Романа Казакова вступить в ряды пограничников – тоже осознанный выбор. Готовиться к службе он начал еще в юношеском возрасте. В 1994-м закончил Тверское и Суворовское училище. После – Московский институт погранвойск. События 1993 года на Таджика Афганской границы, когда наши погранзаставы регулярно достаточно вели боевые действия с афганскими джахедами. Тоже сыграло свою роль в выборе дальнейшей профессии. Саровский совет ветеранов пограничных войск насчитывает более 50 участников. Сегодня они занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения и принимают активное участие в жизни города. Совсем скоро те, кто отдали два года своей молодости на защиту границ Родины, отметят знаменательное событие – 100 лет со дня образования пограничных войск. 27 мая горожан приглашают на праздничный концерт, который пройдет в парке имени Зернова. Начало в 17 часов. А 28 мая в 11 утра на Старом Фонтане состоится торжественный митинг. 26 мая по всей стране свой профессиональный праздник отмечают предприниматели. Во времена Советского Союза любые попытки предпринимательства запрещались, а сегодня бизнесмены играют важную роль в развитии экономики. В преддверии праздника Центр поддержки предпринимательства провел конкурс, главная цель которого – определить лучших бизнесменов города. В этом году за победу боролись более 50 участников в 8 номинациях. Конкурс «Лучший предприниматель 2017» проводился в два этапа. На первом члены экспертного совета выбирали трех лучших в каждой номинации. Оценивали узнаваемость бренда, качество и ассортимент предоставляемых услуг. На втором этапе финалистов оценивали жители города и сами решали, кто достоин стать победителем. Для чего этот конкурс нужен? Это мотивация. Для того, чтобы лучше работать, совершенствовать качество своих услуг, всегда стремиться к лучшему, большему. Быть предпринимателем – дело непростое. Чтобы бизнес развивался успешно, необходимо преодолеть множество барьеров и всегда быть готовым к риску. Но саровские бизнесмены не только успешно ведут свои дела, но и вносят вклад в развитие культуры, образования и спорта нашего города. Спасибо вам за ту помощь, которую вы оказываете городу в его развитии. Ну и в целом, наверное, даже, может быть, громко будет сказано, но вместе с тем это так и есть в стране. За заветные статуэтки боролись стоматологии, ночные клубы, фотостудии и другие учреждения города. По мнению участников голосования, лучшим в номинации «Товары для дома и дачи» стал магазин «Саровский хозяин». Победители в сфере флористики – галерей цветов. А лучшим торговым центром признали «Атом». Мы очень рады получить эту награду. Торговый центр «Атом» – самый современный. Мы всегда развиваемся и делаем все для того, чтобы жителям города Сарова было комфортно совершать покупки в нашем центре. Также на церемонии награждения организаторы отметили и тех, кто вносит весомый вклад в развитие той или иной сферы нашего города. Благодарственным письмом наградили директора компании «Саровинвест» Павла Харитонова за активную меценатскую деятельность и участие в социальной и спортивной жизни Сарова. Весь вечер в адрес предпринимательского сообщества звучали теплые слова и поздравления от коллег, представителей администрации и тех, кто так или иначе связан с этой сферой деятельности. А организаторы подготовили для гостей и яркую концертную программу. Департамент образования просит откликнуться сыровчан, которые имеют желание и возможность принять в семью трех сестер, оставшихся без попечения родителей. Одна девочка 2002 и две 2004 года рождения. За подробной информацией можно обращаться в Дом учителя к специалистам сектора по охране прав детей. По адресу улица Гагарина, дом 6, кабинет 111. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 26 по 29 мая в большинстве районов Нижегородского региона сохранится высокая пожароопасность лесов и торфянников. Главное управление МЧС России по области рекомендует быть предельно внимательным в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасности. При обнаружении очага возгорания в лесном массиве будьте внимательны и осторожны, неизмедлительно вызовите спасателей. 30 мая последний день приема документов от предпринимателей, желающих получить компенсацию расходов по договорам лизинга. В ближайшее время начнется прием документов на возмещение затрат, на приобретение оборудования и выплаты процентных ставок по кредитам коммерческих банков. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-42, 977-53. В Нижегородской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации в девятых классах. Экзамены зададут более 28 тысяч школьников региона. В рамках ГИА-9 каждому девятикласснику предстоит сдать русский язык и математику, а также два экзамена по выбору. Самым популярным предметом по выбору для девятиклассников, так же как и выпускников 11 класса, в этом году стало общество знания. Отголоски древней истории, следы монастырского периода, свидетельства жизнедеятельности рабочего поселка, секретного объекта города Сарова. Имена людей, творивших историю, все это находит отражение в топонимическом словаре нашего города. С развитием и освоением новых территорий в Сарове появляется все больше улиц и других географических объектов. Каждая имеет свое официальное название, но в обиходе саровчан остаются популярными обозначения, появившиеся благодаря творчеству и смыкалке самих жителей города. В обиходе, пожалуй, каждого жителя нашего города популярны такие обозначения, как старый и новый район. Они не имеют официального статуса и появились тогда, когда началось активное освоение заречной части города. К тому времени уже существовало множество топонимов, появившихся из народа. Например, веселые вдовы. Так называют несколько типовых девятиэтажек на Бессарабенко. Есть мнение, что свое название дома получили из-за того, что в эти малосемейки в советские годы переезжали одинокие женщины преклонного возраста. А для того, чтобы подзаработать прибавку к своей пенсии, занимались в домашних условиях изготовлением некоторых горячительных напитков, которые, кстати, пользовались популярностью у соседей. Вот таким простым образом вдовы стали веселыми. А весь близлежащий район носил название Шанхай, потому что в те годы был самым густонаселенным в городе. Построенные в 70-х годах три дома по улице Шверника получили название Бастилии. Тогда они очень выделялись из общего архитектурного рисунка Сарова и в первую очередь своими размерами. Каждый многоподъездный девятиэтажка рассчитана на 144 квартиры. У нас в городе вот эти строения, они поражали своей массивностью, вот такой большой громадой. И, естественно, жители города придумали им такое название, как Бастилия. Один из самых последних топонимов жители города придумали для новостройки, которая расположена на пересечении улиц Музрукова и Советской. Назвали этот многоподъездный девятиэтажный дом «Ласточкино гнездо». Своей конфигурацией архитектурной вот он как раз напоминает берег реки с большим количеством норок ласточек. Все эти народные топонимы – часть уникальной культуры нашего родного города. Но далеко не все такие обозначения со временем приобретают статус официальных. Но в любом случае у жителей есть возможность внести вклад в формирование истории своего родного края. О борьбе разведок, сверхсекретных операциях, агентурных сетях за рубежом и судьбах бойцов невидимого фронта. В библиотеке имени Маяковского прошла встреча с писателем и историком Александром Колпакиде, автором более 20 книг об отечественных спецслужбах. В его произведениях впервые в исчерпывающем объеме собраны сведения об уникальных и практически неизвестных операциях военной разведки, которые совершались на протяжении всего периода ее существования. История о разведчиках, шпионах и секретных агентах всегда будоражили воображение мальчишек. Но если такое увлечение приходит во взрослом возрасте, то это становится частью жизни. Так случилось и с Александром Колпакиде. Однажды его попросили написать книгу о деятельности разведчиков. Сегодня он автор более 20 книг об отечественных и зарубежных спецслужбах. Главная причина, что у нас до сих пор пустая ниша, вот эта литература о спецслужбах. У нас пишут только ветераны. Ветераны наши все очень правильные люди. Они пишут только как положено, но никто не пишет правду. Личные встречи с бывшими сотрудниками секретных служб безусловно важны. Но чтобы добраться до истины, любые рассказы нужно перепроверять, считает Александр. Сбор материала к произведению он сравнивает с работой следователя. Главный и самый сложный этап при поиске информации для книги – это работа в архиве. У нас не только немецкие архивы в Москве, у нас и болгарские, и голландские, и там и польские есть. То есть просто у нас сейчас нет людей, которые могут оторвать себя, тело, и пойти, и посидеть, и поработать. В любой стране мира спецслужбы традиционно играли огромную, хоть и незаметную для обывателя роль. И по мнению писателя, эти структуры оказывали определенное влияние на ход различных исторических событий. Нам информации той, которую мы должны знать, мы ее не знаем. Поэтому, конечно, те люди, которые все это находят, они должны до нас это доносить, и мы должны это знать. На встречу с писателем пришли люди, которые хотели узнать об отечественных спецслужбах, об их влиянии на ход событий в СССР, о героях и антигероях внутренней и внешней разведки. В нашем городе открылась спартакиада сотрудников предприятий атомной отрасли «Атомиада-2018». В этом году за победу будут бороться 206 спортсменов – представители Сарова, Заречного, Мурманска и Москвы. Медали будут разыграны в нескольких дисциплинах – бадминтон, дартс, настольный теннис, баскетбол, гиревой спорт, плавание, легкая атлетика, волейбол и троеборье. О том, как прошел главный соревновательный день, расскажем в следующем репортаже. Сотни участников из шести предприятий госкорпорации «Росатом» съехали из Саров на отборочный этап грандиозного спортивного события «Атомиады-2018». Цель у спортсменов одна – попасть в сборную команду и поехать на финал «Атомиады». Пройдет он 5 июля в Новоуральске, Свердловской области. Именно поэтому сегодня мы сможем увидеть очень интересную борьбу на спортивных площадках по 11 видам спорта. Очень, наверное, широко будут представлены игровые виды спорта. Настольный теннис, бадументон, гиревой спорт, троеборье, ну и красавицу легкой атлетику мы тоже посмотрим на стадионе. В командном виде спорта, например, в футболе победа и поражение частенько зависят не от конкретного игрока, а от слаженности коллектива. А вот в гиревом виде спорта спортсмен один на один с гирей, и бороться ему приходится только с самим собой. Тут без специальной подготовки не обойтись, то есть только на силе воли здесь ничего не вытащишь. Во-первых, есть техника, кроме техники есть выносливость для гирей, ну то есть то, что нужно нарабатывать. То есть тут все зависит от всего тела. Своё место в сборной Александр заслужил целиком и полностью гирю весом 24 килограмма, он двумя руками поднял 104 раза, что для спортсмена-любителя стало личным рекордом. Далее наша традиционная рубрика «Афиша», где отдохнуть и с пользой провести время в выходные, расскажет Кирилл Васенин. В выходные не повод сидеть дома. И чтобы потратить время с пользой, можно совершить воеждь по спектаклям, концертам и выставкам. Отлично отдохнуть можно в парке культуры и отдыха имени Зернова. Работают все аттракционные павильоны. Провести время всей семьей на лавочке в тихом сквере или шумной компанией, катаясь на любимых каруселях, можно и в субботу, и в воскресенье с 11 утра и до 8 вечера. 27 мая в воскресенье сеть магазинов «Бенефит» приглашает жителей Сарова на открытие нового семейного супермаркета «Экономформата». Помимо приятных цен, покупателей ждет интересная программа и розыгрыш призов, в том числе и бытовой техники. Начало в 12 дня. Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те, для кого красный и черный – это не просто цвета. Все как во всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим шерифом или мафиози можно будет 26 мая. Начало в 8 вечера. В воскресенье 27 мая пройдет традиционный спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». В программе выставка породистых и беспородных собак, конкурс костюмов собачьей моды, а также конкурсы веселой эстафеты и ребенок и собака. Площадка аквагрима, детские игровые площадки, выставка продажи зоотоваров. Праздник пройдет на стадионе «Задюш-юниор» начало в 12 дня. 27 мая в 14.00 у храма святого великомученика Пателеймана пройдет традиционные троицкие гуляния. В программе русские тации, хороводы, игры. Народные костюмы и хорошее настроение приветствуется. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей!